Привет, друзья! Ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях. А теперь поехали! Доходный дом купцов Колобовых, расположенный на пересечении улицы Ленина и Пушкарского переулка, был возведен в 1910 году по проекту талантливого зодчего Сергея Цалика Гингера. Здание выполнено в стиле эклектики и нео-барокко, что уже само по себе говорит о самобытности и независимости вкусов его владельцев. Ведь в те времена в моде был модерн. В роли заказчика выступили знаменитые петербургские купцы-миллионеры Николай и Федор Колобовы. Первоначально было задумано выстроить здесь корпуса разноэтажности. Однако, учитывая особенности здешней архитектуры, владельцы добились от городских властей разрешения сделать все постройки пятиэтажными. Кстати, есть предположение, что убранство фасада в стиле расстрельевского декора было выбрано не случайно, а в связи с расположенной по соседству Матфеевской церковью, выполненной в стиле барокко. Таким образом получался единый ансамбль. На новый дом с оригинальной угловой башней сразу обратил внимание весь Петербург, и в 1912-м этот проект был даже признан лучшим в конкурсе городских фасадов. Купцы Колобовы – люди уникальные. В начале прошлого века они были невероятно богаты, имея в Петербурге четыре десятка доходных домов. И это не считая их основного семейного бизнеса – лесопильного завода на Малой Невке. Особенно интересным человеком был Федор Николаевич Колобов. Почетный гражданин Санкт-Петербурга, староста церковного прихода и купец первой гильдии, он имел властный и твердый характер, такой, что окружающим было достаточно лишь одного его строгого взгляда, чтобы беспрекословно подчиниться. Вместе с пожилой матерью и младшим братом Николаем, который на тот момент был еще подростком, он приехал в Петербург из Рязанской губернии в 1880-х. Здесь Колобовы купили лесопилку на деньги, вырученные от продажи старой баржи, а точнее дров, на которые ее предварительно разобрали. Именно с этого рискованного, казалось бы, вложения и начала развиваться их будущая империя, сделавшая впоследствии братьев миллионерами. Федор Колобов был известным в Петербурге благотворителем. Во время Первой мировой он организовал на территории Спасо-Преображенского колтовского храма союз прихожан для помощи воинам и их семьям, руководила которым его супруга Анастасия. Здесь же работали как волонтеры и его дочери. В 1908-1914 годах в городе на Неве были отстроены целые Колобовские кварталы доходных домов. Был у братьев и свой отдельный особняк на набережной Малой Невки, на первом этаже которого располагалась администрация их лесопильного завода. После революции Федор не уехал, за рубеж и поступил стоически, передал все свои доходные дома советской власти и сам остался в городе. Крупный завод Колобовых был также национализирован. Новые власти, в свою очередь, бесцеременно выселили купца из его особняка и свои последние дни богатейший некогда житель Санкт-Петербурга доживал в тесной коммуналке, которую ему с семьей выделили в одном из его же доходных домов на Большой Зелениной улице. Теперь все здания Колобовых стали либо помещениями для советских контор, либо обычными многоквартирными домами, заселенными пролетариями. Отошла советскому государству и библиотека, которую Колобовы также передали новой власти добровольно. Часть ее ценнейших книг была перевезена в библиотеку Академии наук, еще часть попала в публичную библиотеку, а также в отдел рукописей Пушкинского дома. Интересно, что у Федора Колобова имелись крупные счета за рубежом, и при желании он мог сразу после революции покинуть Россию, обеспечив себе и семье безбедное существование на чужбине. Однако бывший купец предпочел остаться в нищете, но не покидать родину. Вся его жизнь в советский период была олицетворением стойкости и покорности судьбе. Младший брат поступил по примеру старшего, остался на родине и закончил свои дни в бедности, ни разу не пожалев о том, что не уехал из России. Дом-дворец в Пушкарске, естественно, также отошел государству. Кстати, еще более печальной оказалась судьба архитектора этого здания. После революции Гингер продолжал работать, проектируя дома для рабочего класса и оборонительные сооружения, и даже преподавал. Но в 1933 году все изменилось. Его, как антисоветчика-вредителя, предали суду и выслали в Томск, а четыре года спустя приговорили к расстрелу. Сегодня этот дом считается элитным, и его часто можно увидеть в различных фильмах и сериалах. Уж больно колоритно это шикарное и самобытное здание, похожее на дворец, без которого любому знатоку Петербурга невозможно представить свой родной город. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.